Всем привет! Вы смотрите Голос Америки. В эфире брифинг. Меня зовут Варвара Макаревич. Как обычно, мы идем в прямом эфире, поэтому пишите нам комментарии, задавайте вопросы. Интересные обязательно обсудим. Кстати, если вы вдруг подыскиваете работу, то у меня для вас хорошие новости. В Белом доме скоро откроется вакансия. Президент Дональд Трамп ищет себе нового главу администрации. Почему это важно и кто может занять эту должность? Генерал Джон Келли, который более года руководил аппаратом Белого дома, дорабатывает до конца года. Президент Трамп ищет ему замену. Келли был третьим главой аппарата за два года президентства Трампа. В 2012 году бизнесмен Дональд Трамп утверждал, что проблемы президента Барака Обамы вызваны тем, что тот сменил трех начальников аппарата за три года. Ныне Трамп оказался в схожей ситуации. Я сообщу, кто займет место Джона, возможно, на временной основе. Чуть позже президент написал в Твиттере. Я интервьюирую нескольких по-настоящему прекрасных людей на позиции главы аппарата Белого дома. Фейк-ньюс утверждали, что это будет замечательный Ник Айерс. Я скоро приму решение. Однако чуть позже Ник Айерс, который работал главой аппарата вице-президента Майка Пенса, также в Твиттере поблагодарил Трампа и сообщил, что не перейдет на работу в Белый дом, поскольку уйдет с государственной службы в конце года. Также в Твиттере вице-президент США Майк Пенс поблагодарил Айерса за потрясающую работу. Однако президенту Трампу вновь придется искать человека, который займет один из важнейших постов в структуре исполнительной власти. Отношения Трампа и адапта дисциплины Келли долгое время были как минимум прохладными. Скамейка запасных у Трампа достаточно короткая, желающих получить работу в Белом доме немного. Многие его бывшие подчиненные в нарушении неписанных законов публичной политики крайне негативно отзываются о методах работы президента. Начальник аппарата Белого дома будет вынужден иметь дело не только с импульсивным Трампом, но и с усиливающимся политическим давлением. СМИ утверждают, что президент выбирает среди имеющихся членов его администрации, доказавших свою личную преданность. Впрочем, Долланд Трамп полон оптимизма. В Твиттере он сообщил, что его администрация, цитата, «менее чем за два года работы достигла большего, чем любая другая администрация», «несмотря на действия фейковых новостей, которые полностью сошли с ума и превратились во врагов народа». Конец цитаты. Два крупных госпиталя в Нидерландах заявили, что прекратят закупку частей человеческого тела у американских компаний. Эта история показалась интересной не только нам, но и ФБР. В начале 2018 года ФБР заинтересовалась компанией MedCure, которая занималась продажей частей человеческого тела в Европе с базой в Нидерландах. С 2012 года им удалось реализовать десятки тысяч килограммов останков доноров. В самом большом госпитале в Нидерландах, Amsterdam's Academic Medical Care, сокращенно AMC, заявили, что закупили от 300 до 500 голов у американских брокеров, включая MedCure, чтобы компенсировать недостаток настоящих человеческих частей тела для обучения молодых врачей. В свою очередь в медицинском центре Erasmus в Роттердаме признались, что закупили коленные и плечевые суставы, которые также использовались для практики операций. В госпитале заявили, что не получали от этого никакой прибыли. Оба госпиталя обещают прекратить закупки у американских компаний по этическим соображениям. Один из основных поставщиков AMC сегодня, компания Science Care, не находится под подозрением ФБР. Однако их бизнес-практики кажутся многим голландским врачам и законодателям неприемлемыми. Насколько мы понимаем, компания Science Care активно навязывает свои услуги в домах престарелых и хосписах. В Европе люди завещают свое тело науки добровольно и безвозмездно, в то время как в Америке многие брокеры предлагают бесплатную кремацию, которая обычно стоит около тысячи долларов. Если Science Care обращается к пациентам с лозунгом «Не разоряйтесь на похороны, отдайте тело науке», это совершенно неприемлемо. Мы не знали об этом. В голландской компании Rinas Logistics, которая занималась транспортировкой и хранением частей человеческого тела для компании MedCure с 2015 по 2018 года, заявили, что прекратили вести бизнес с MedCure в этом году. Однако всего через месяц в Нидерландах открылась компания Rice Labs, три учредителя которой связаны с MedCure. Тем временем на другом берегу Атлантики родственники доноров чувствуют себя обманутыми. Эти люди, они делают это ради прибыли, не ради науки. Они не хотят никому помочь, понимаете, или совершить какое-то открытие. Они просто хотели денег, и это неправильно. Не все останки были перевезены в Европу легально. Тело супруга Марии Галлегас, Даниэля Галлегаса, было найдено в коробке с надписью «Электроника» в аэропорту города Феникс. У меня в голове не укладывается, в какой момент тело моего мужа превратилось в запчасти, как будто он не человек, не уважение, не сочувствие, просто запчасти. В следующей истории тоже фигурирует аэропорт, но в куда более позитивном ключе. Пассажир первого класса отдал свое место в самолете маме с больным ребенком. Келси Звик и ее мама Люси летели в Филадельфию не отдыхать. Люси родилась на 11 недель раньше срока. У нее заболевания легких. Видите, коляска, сумка для подгузников, а еще концентратор кислорода. Это нужно во время перелета. Добравшись до своего места в самолете, Келси прежде всего заранее извинилась перед теми, кто сидел рядом. Сказала всем «простите, может быть, будут слезы и крики». Тут произошло неожиданное. Подходит бортпроводница и говорит «Мисс Звик, пассажир из первого класса, предлагает вам свое место, а я стою и смотрю на нее в шоке». Люси с мамой никогда раньше не летали первым классом. «Я даже не знала, что сказать. Спасибо, говорю, плачу». А он смущенно говорит «тихо, не за что» и улыбается. Просто улыбается и все. Путешествие совершила и одна из самых драгоценных мозаик Турции под названием «Цыганка». Фрагменты произведения искусства вернулись на историческую родину после того, как их похитили и вывезли в США в 60-е годы. Переговоры велись годы. И вот, наконец, университет Боулингрин в штате Огайо соглашается вернуть фрагменты цыганки. Легендарная мозаика была вывезена контрабандой в США еще в 60-х, а учебное заведение приобрело ее за 35 тысяч долларов у нью-йоркского арт-диллера Питера Маркса. Впервые в Турции эту мозаику обнаружили только 20 лет назад в районе древнегреческого, ставшего впоследствии римским, города Зевма, близ границы с Сирией. Ученые поняли, что они не первые, а недостающие фрагменты похищены. Университет Боулингрин изначально выступал с предложением о продаже мозаики турецкой стороне. Однако позже стороны пришли к соглашению о безвозмездной реституции. В минувшую субботу фрагменты можно было увидеть на выставке в археологическом музее Гвазиантепа. Зевгма, основанная одним из полководцев Александра Македонского, богата на филигранно исполненные мозаики. В музее в Гвазиантепе представлена одна из самых широких коллекций подобных произведений античности. В США уже повсюду рождественское настроение. Даже у бездомных из Сан-Диего, которые пострадали от обильных дождей и селей. 20 туалетных кабинок перевернулось в палаточном городке, где проживали бездомные. Но на помощь им пришли волонтеры и городские власти. Моника Саймон отстояла в очереди, чтобы получить предметы первой необходимости. В четверг она лишилась всего. Я никогда не видела ничего подобного в своей жизни. Она одна из 300 человек, кто был вынужден пробираться через воду и человеческие отходы по пояс. После того, как перевернулось 20 туалетных кабинок, многие люди опасались за свою жизнь. Это была катастрофа. Когда ты плачешь, ты даже не думаешь об этом. Сегодня у меня чудесный день. Прямо раннее Рождество. Это раннее Рождество стало возможным благодаря Эйбу Бэйрону, который собрал еду, печенье, шапки, перчатки, термобелье и туалетные принадлежности и принес их на стадион. Мы просто рады, что можем помочь. Бездомных становится все больше, и многие люди стараются их просто не замечать. А мы хотим, чтобы у них было лицо и имя, чтобы они знали, что нам не все равно. Он не единственный, кто хотел помочь. Стив Нэтсли приехал с грузовиком, забитым рюкзаками с одеялами и палатками. В праздничные дни мы хотим помочь тем, кто в этом нуждается. И рюкзак свидетельствует того, что нам не все равно. Есть много людей, которым не все равно. На месте происшествия действует команда по работе с опасными веществами. Они планируют ликвидировать последствия к концу недели. Городские власти Сан-Диего купят новые спальные места для бездомных, так как предыдущие пострадали от загрязнения фекальными массами. А к Монике вернулась вера в человечество. Никогда не теряйте надежду. Всегда помните, что есть хорошие люди в этом мире. Спасибо, что были с нами в продуктивной неделе.